БЫТИЕ 1 ГЛАВА 28 СТИХ БЫТИЕ 1 ГЛАВА 28 СТИХ Это то, что вы заработали. Это то, что вы получили. Вам не нужно было работать, чтобы получить его. Вам его дали, и вы его приняли. Первый дар, который Бог дал человечеству, это владычество. Владычество и власть. Владычество и власть. Власть — это право повелевать. Бог дает человечеству, владычество и власть. Первый дар. Второй дар мы видим в следующем стихе 29. Семя. Он дает человеку владычество, а затем семя. Задумайтесь над этим. Что вы можете сделать, имея владычество и семя? Ответ. Все, что вы пожелаете. Вы имеете власть над происходящим, если признаете, что вам были даны владычество и власть, и признаете, что вам было дано семя. Для большинства людей семя — это деньги. Но нет, семя, о котором идет здесь речь, — это Божье Слово. Библия говорит о том, что вы родились свыше не от тленного семени, а от семени нетленного, которое и есть Божье Слово. Когда Бог произнес Своё Слово, Он дал человечеству семя, которое обязательно даст всходы. Если вы это понимаете, скажите «Аминь». Вы также должны увидеть, что в 28-м стихе написано «И благословил их Бог и сказал им». Ранее в одной из своих предыдущих проповедей я говорил вам о том, что этот стих указывает нам на Божье Слово, из которого исходит благословение. 28-й стих подчеркивает, что Божье Слово производит Божье благословение. Бог благословил как? Словом. То же самое мы видим в Бытие 2-й главе 3-м стихе. Мы видим, что Бог благословил седьмой день. Как Он благословил седьмой день? Он сказал Своё Слово. В расширенном переводе написано «Бог благословил, изрёк добрые слова, седьмой день». Итак, мы видим, что благословение исходит из того, что говорит Бог, то есть из Его Слова, откройте Бытие 1-22, и вы вновь это увидите. «И благословил их Бог». Как их благословил Бог? Своим Словом. Это значит, что Божье Слово производит Божье благословение. Невозможно получить благословение, не получив Слово, от которого исходит благословение. Многие люди пытаются получить благословение без Божьего Слова. Они открывают гороскопы, чтобы получить благословение без Божьего Слова. Они ходят к гадалке, чтобы получить благословение без Божьего Слова. Они ходят к хироманту, чтобы получить благословение без Божьего Слова. Но это не принесет благословение, а только беду. Без Божьего Слова нет благословения. Послушайте, Божий народ, без Божьего Слова не бывает благословения. Если вы спрятали свою Библию под кроватью, не ожидайте благословения. Потому что для благословения нужно семя Божьего Слова. Давайте определим, что такое благословение. Благословение — это не машина, это не дом, это не повышение зарплаты на работе. На протяжении многих лет благословения отождествлялись его результатами, а не с его истинной сущностью. Для того, чтобы вы лучше поняли, что я имею в виду, я приведу вам пример действия ветра. Видя колышущиеся деревья, люди говорят, это ветер. Это не ветер, это результат действия ветра. Или когда лист бумаги, подгоняемый ветром, летит по улице, люди говорят, это ветер. Но это не ветер. Это лишь то, что происходит, когда ветер дует. Или вы слышите звук дверных колокольчиков и говорите, это ветер, но это не ветер. Это звук колокольчиков, которые звенят под действием ветра. Мы называем проявление ветра ветром и не определяем ветер его сущностью. Также мы поступаем и со словом благословения. Мы называли результаты благословения благословением. Мы не определяли благословение его сущностью. Что такое благословение? Не результаты благословения, а благословение. Благословение — это сила обретать успех во всех сферах жизни. Благословение — это сила. Благословение — это возможность. Благословение — это средство. Пару недель назад я приводил пример применения мною средства для волос «Афрашин». У меня были непослушные и даже упрямые волосы. Но когда я начал пользоваться средством «Афрашин», мои волосы стали настолько послушными, что я мог делать с ними то, чего раньше просто не удавалось. Я наносил это суперсредство на свои естественные волосы и получал сверхъестественный результат. Аминь. Помните, я говорил о том, что мне выпала привилегия воспитать белокожего сына? Почему я об этом говорю сейчас? Когда он выходил из душа, его волосы были мокрыми, и он не мог их уложить без геля для волос. И всегда, когда он им пользовался, он мог делать с ними то, чего нельзя было делать без геля. Благословение — это как «Афрашин». Это как гель для волос. Это Божья способность, наложенная на вашу способность, позволяющая вам делать то, что вы не могли делать прежде. Понятно? Вот что такое благословение. Это Божье суперсредство для ваших естественных способностей, позволяющее вам делать то, что вы никогда не могли делать. Это Божье помазание. Это Божья сила. Которая дается вам для достижения успеха. И увидев ваш успех, коллеги и родственники будут спрашивать, «Откуда у тебя такой успех?» И вы должны им сказать, что источник успеха — Господь. И этот невероятный для вас успех — результат Божьих благословений. Хочу вам сказать, что Божье благословение действует в вас прямо сейчас. Божье благословение простирается над вами в эту минуту. Божье благословение обвивает вас в эту самую секунду. Божье благословение действует в вас прямо сейчас. Я сказал, что благословение простирается над вами в эту минуту. Я сказал, что благословение обвивает вас в эту самую секунду. Там, где благословение, нет места несчастью. Оно действует здесь и сейчас. Вы здесь сидите, думаете о своем, а благословение работает на вас. В тот самый момент. Воскликнем «Победа без напряжения». «Победа без напряжения». Еще раз «Победа без напряжения». Это именно то, что вас ждет. Не всем победителям нужно потеть ради победы. Но когда на вас благословение, вы побеждаете, не потея. Бог мой, я видел это в своей жизни. Итак, Божье Слово производит что? Благословение. А благословение производит славу. Давайте определим, что такое слава. Слава буквально значит «нагруженная весом». Что это такое? Это проявление. Это просто проявление. Мы говорим, «Мне нравится такое определение славы». Проявление Божьего Слова. Проявление Божьего Слова. Позвольте мне привести пример, чтобы вы поняли, что такое слава. Если вы возьмете яблочное семечко и посадите его в землю, вырастет яблоня, а на ней появятся яблоки. Яблоня с яблоками – это слава яблочного семечка. Почему? Потому что они появились из яблочного семечка. Если вы возьмете кукурузное зерно и посадите его в землю, оно прорастет. Кукуруза – это слава кукурузного зернышка. Почему? Потому что она появилась из этого зернышка. Божье Слово – это тоже семя. И когда вы берете семя исцеления, ранами его мы исцелились, когда вы берете это семя исцеления, и когда исцеление начинает проявляться в вашем организме, исцеление, которое проявилось в вашем организме, это и есть слава семени исцеления, которое вы нашли в Библии. Когда вы берете стих «Бог да восполнит все мои нужды по богатству своему в славе», у меня нет ни в чем недостатка, то ваш достаток является славой этих слов. «Бог да восполнит все мои нужды по богатству своему в славе». Пожалуйста, помните, что для славы нужно семя, потому что слава — это отражение или образ этого семени. Аллилуйя! Итак, Божье Слово — это семя. Как можно утверждать, будто вы верите, что Бог наполнит вашу жизнь славой, и при этом в вас нет Его Слова? Каждое Слово, сказанное Богом, — это семя. Когда Слово, сказанное Богом, проявляется здесь, на земле, и мы можем это видеть, это и есть слава. Я определяю славу как проявление Божьего Слова. Когда вы произносите молитву, а потом видите ее результат, это и есть слава Божья. Когда вы посеяли, потому что так повелевает Божье Слово, и увидели результаты, это и есть Божья Слава. Дамы и господа, я заявляю вновь, что Божья Слава вот-вот наполнит ваш дом. Я сказал, что слава вот-вот наполнит ваш дом. Если вы проводили время в Божьем Слове, молились, исповедовали Божье Слово, размышляли о Слове, и ждете, когда это Слово проявится, сейчас время славы. Слава вот-вот наполнит ваш дом, вашу жизнь, ваш банковский счет, ваш организм, вот-вот наполнит вашу семью, вот-вот наполнит ваш брак. Готовьтесь! Пришло время славы! И если это вы понимаете, скажите «Аминь». Итак, Слово производит что? Благословение. А благословение производит что? Славу. Но без Слова нет ни благословения, ни славы. Поэтому, я полагаю, что все начинается с чего? Со Слова. Все начинается с чего? Со Слова. Все начинается с чего? Со Слова. Когда Бог творил, заметьте, в книге «Бытие», первая глава, Бог произнес Слово. Он сначала говорил, а потом видел то, что говорил. Он сначала говорил, а потом видел то, что говорил. Сказал «Да будет свет», а потом увидел свет. Сказал «Да будет твердь» и увидел ее. А потом сказал «Да будет человек». Вы скажете, что словами не сотворить плоть, но Библия говорит о другом. Библия говорит в Иоанна 1 главе. «И слово стало чем? Плотью». То есть, Адам появился в результате Божьего Слова. Бог произнес Слово, и появился Эдемский сад. Бог произносил Слова, и, как написано в Библии, все, что Он сказал и сотворил, Он и увидел. Как Он это сотворил? Словом. Как Он посадил все то, что посадил? Словом. Как Он сотворил все то, что сотворил? Словом. Все, что сделал Бог, Он сделал Словом. Он начал со Слова. Давайте будем двигаться дальше, потому что вы очень умные люди. Я так быстро продвигаюсь вперед в этом учении, что даже не знаю, что делать. Давайте откроем Бытие 2 главу, стих 9. Читайте очень внимательно. Мы идем туда, где были лишь немногие. Скоро станет жарко. Пока все идет хорошо, но это пока. Еще 15 минут, и все будет хорошо. А потом все. Прости, прощай, и ничего не обещай. Но помните, что я вам сказал. Стих 9. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Здесь Бог говорит о двух деревьях в Эдемском саду. Одно из деревьев — это древо жизни. Дерево жизни в соответствии с книгой Откровения, 22 главой, — это дерево, которое приносит 12 различных видов плодов каждый месяц. То есть каждый месяц вы собираете урожай 12 различных видов плодов. И вот в чем особенность этого дерева. Съев плод этого дерева, человек остается в том духовном состоянии, в котором он пребывал в тот момент, когда съел его плод. А дерево познания добра и зла было деревом другого рода. Бог запретил есть плоды этого дерева. Прочтите стих 15 ниже. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». В расширенном переводе говорится «охранять и хранить его». Иначе говоря, Бог объяснил Адаму, что есть одно явление, которого ему нужно опасаться. Есть кто-то, кто пытается проникнуть в сад. Ты должен охранять его. Если бы не было угрозы, разве бы Бог попросил охранять сад? Поэтому очевидно, что была некая угроза. А теперь будьте особо внимательны. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь, от него смертью умрешь». Плоды скольких деревьев Бог запретил Адаму и Еве есть? Одного. Назовите это дерево. Дерево познания добра и зла. Позвольте задать вам вопрос. Могли ли Адам и Ева, позволено ли им было есть плоды дерева жизни? Да. Если бы они съели плод дерева жизни, мы бы сейчас сидели здесь на гея и наслаждались общением с Иисусом. И Адам все еще был бы здесь, потому что мы бы жили вечно. Эдамский сад покрыл бы всю землю. Мы были бы людьми, облаченными славой. Помните, что Бог повелел Адаму, Адаму и Еве, наполнять землю. Что значит наполнять землю? Позвольте завершить чтение. Меня переполняют эмоции, и я забегаю вперед. Итак, прочтем стих 17. Посмотрим на результаты. От дерева познания добра и зла. Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкустишь от него смерть и умрешь. В тот день Адам физически не умер. Он прожил почти тысячу лет после этого. Почти до 900 с чем-то лет. Ведь Бог создал человека вечным. Люди не должны были умирать. Врачи до сих пор не понимают, почему люди умирают. Ведь организм человека обладает способностью регенерировать себя. Так что же произошло? Произошло отлучение от Божьего благословения. Божье благословение прервалось, заблокировалось из-за того, что люди ослушались Бога. А теперь смотрите. Стих 19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Позвольте объяснить, что здесь происходит. Бог сотворил человека по своему образу. Бог дал человеку владычество и власть, чтобы действовать на земле, подобно тому, как Бог действует на небесах. Бог дает человеку владычество и власть над всей землей и над всеми животными. Мы видели, как творил Бог, но потом настало время, когда Бог сказал, «Адам, теперь власть у тебя, теперь я не буду ничего творить словом своим. Теперь, сын, повторяй за мной, делай то, что делал отец». Он говорит, «Все начинается с этого момента, я дал тебе сад, это подобно тому, как поступает каждый отец. Я дал тебе сад, я показал тебе, как действовать, я создал животных. С этого момента решать тебе, Адам, как ты их назовешь». Тебе нужно научиться действовать, как должен действовать Бог на этой планете. Как назовешь эту Адам? Корова. Пусть будет корова. А как эту Адам? Змея. Он дал имя всем. У Адама была задача. Они с Евой должны были размножаться и распространять человечество на земле, продолжать творить Эдемский сад своими словами до тех пор, пока вся планета не станет одним большим Эдемским садом, населенным Божьим народом, обладающим властью творить. Помните, что люди должны были жить вечно. Значит, однажды Земля бы наполнилась. Вы спросите, а разве не появились бы проблемы с перенаселением? Но ведь наш Бог не только Бог планеты Земля, Он Бог Вселенной. Именно поэтому есть все эти планеты. Потому что наполнив эту, мы должны были двинуться на другую, и затем на третью, и так до тех пор, пока вся Вселенная не наполнилась бы Божьим народом. Это то, что Он им повелел. Наполните Землю. Что они должны были делать? Наполнять. Божье благословение на Адаме. Слава Божья! Адам и был Божьей славой. А теперь мы представляем вам в Бытие, третьей главе, другое начало. Мы видим начало Бога, начало творения, начало человека, начало Его предназначения. Но в третьей главе книги Бытие мы увидим начало Царства Тьмы. Мы видели начало Божьего Царства. А теперь начало Царства Тьмы. Давайте немного поговорим о Сатане. Книга Иезекииля называет Сатану Люцифером. Люцифер был архангелом, совершенным в своей красоте, совершенным в мудрости. Он был помазанным Божьим архангелом, возносящим хвалу Богу. Но, как говорит Библия, в нем был грех, в нем была гордыня. Он возомнил себя слишком великим и был изгнан с небес после того, как ему удалось склонить на свою сторону треть всех ангелов. Когда его изгнали с небес, конечно, теперь мы называем его Сатаной, падшим архангелом. Вы должны кое-что знать о том, что собой представляет класс Бога, класс человека и класс ангелов. Иерархия такова. Бог, человек, ангелы. Бог может творить словами. И человек может творить словами. Библия говорит, у вас будет то, что вы говорите. Но Сатана не творец. Класс ангелов существует для того, чтобы служить тем, кто является наследниками спасения. Им никогда не давалось владычество или власть, чтобы творить. Слава Богу! И именно этого и желает Сатана в соответствии с Исаией 14. «Я буду подобен Богу Всевышнему. Я возвеличу свой престол выше престола Божьего». Богу пришлось вернуть его в реальность, и, как говорит Библия, он пал на землю подобно петеориту. Но он говорил, что хочет быть подобным Богу, хочет обладать своим царством. Так как он не может творить, единственное, что он может делать, это извращать и искажать то, что делает Бог. Бог дал веру, а Сатана превратил ее в страх. Бог есть любовь, а Сатана извратил ее и превратил в эгоизм. Вы должны понимать, что Он действует в душевной сфере. Вот что Он желает сделать. Давайте соберем это воедино. Вы должны знать это о Сатане. Вы должны знать это о своем враге. Сатана не творец, а падший ангел. Он может только извращать и искажать то, что делает Бог. Божье Слово производит Божье благословение. Божьи благословения производят Божью славу. Слово Сатаны производит проклятие. А проклятие производит грех. Или извращенную славу. Прослушайте еще раз. Божье Слово производит Божье благословение. Божьи благословения производят Божью славу. Слово Сатаны производит проклятие. А проклятие производит грех. Бог благословлял, произнося добрые слова о человеке. Сатана проклинал, говоря слова противные тем, что говорил Бог. Давайте откроем в Тарзаконе 11 главу. Вот что должен сделать сатана, дабы помешать тому, что делает Бог. В Тарзаконе 11 глава. Вы следите за моей мыслью? В Тарзаконе 11 глава, 26 стих. Обратите внимание на то, что ему нужно было сделать для этого. Он пытается сбросить с престола Бога. Этот ненормальный пытается сбросить Бога с престола на небесах. Теперь он пытается захватить власть в этом физическом раю, каким планировал его сделать Бог. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Вспомните, что благословение — это сила обретать успех. А проклятие — это обреченность на поражение. Позвольте мне привести пример. Иван Иваныч переехал в новый дом, а дом сразу же сгорел. Он переехал в дом тети, и ее дом тоже сгорел. Потом он переехал в дом дяди, и его дом тоже сгорел. А потом он переехал в дом мамы, и дом мамы тоже сгорел. Я думаю, никто из вас не захотел бы, чтобы Иван Иваныч переехал к вам. С этим парнем что-то неладное, и это называется проклятием. Он обречен на неудачу. Заметьте, благословение «Дастся вам в том случае, если вы послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые Он заповедует вам сегодня, так как получить благословение?» Исполняя заповеди. 28 стих. «А проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедует вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете, так что нужно сделать, чтобы на вас пало проклятие? Что говорит Слово? Как заслужить проклятие? Неисполнением чего? Его заповедей. Итак, друзья, у меня есть лишь один способ избавления от проклятия. Если на вашей жизни проклятие, или вы страдаете от родового проклятия, вот как от него избавиться. Повинуйтесь Божьему Слову. Узнайте, что говорит Бог, и исполняйте это. Вот и все. Не нужно плевать в мешочек. Для того, чтобы избавиться от проклятия, не нужно вращаться, приговаривая «трах, тебе дох, тебе дох». Просто повинуйтесь Божьему Слову. Заметьте, что должен сделать Сатана. Для того, чтобы заблокировать благословение, которое действует на человеке, Адаме, и его жене Еве, нужно каким-то образом заставить их ослушаться Божьего повеления. Ведь была лишь одна заповедь – «Не ешь от плодов дерева познания добра и зла». Сатана сделал все для того, чтобы люди ослушались Божьего повеления. насчет дерева познания добра и зла. И если они ослушаются, что произойдет? По причине их непослушания в их жизнь ворвется проклятие.